В Югре семьи бойцов СВО смогут бесплатно получить земельные участки. Такое решение в целях выполнения распоряжения президента России приняли на заседание окружного правительства. Право на участки будет предоставляться военнослужащим, а также гражданам, заключившим контракт о пребывании в добровольческом формировании, которое содействует выполнению задач, возложенных на вооруженные силы России. Кроме того, бесплатную землю смогут получить угорчане проходящие или проходившие ранее службу в войсках Национальной гвардии России и имеющие специальное звание полиции, удостоверение звания Героя России или награжденные орденами. Также право на участки получат семьи погибших бойцов. В данном случае большая ответственность сложится на органы местного самоуправления, связанное с подготовкой земельных участков и с тем, чтобы не накапливались очередники. Оперативно реализовывалось это гарантированное президентом Российской Федерации право. Работа найдется для всех. Сегодня Югра присоединилась к федеральной ярмарке трудоустройства. Площадки открылись по всей России. В Югре центрами притяжения стали Ханты-Мансиск, Сургут, Нижневартовск и Нягонь. Более двух сотен работодателей пришли, чтобы найти себе квалифицированного сотрудника. В общей сложности угорчан ждет более тысячи вакансий. Например, новые лица ждут на крупных промышленных предприятиях, в госорганах и силовых структурах. Если квалификации не хватает, то на помощь приходят учебные заведения округа. К слову, направление на улучшение навыков можно получить и от окружного центра занятости. Отмечу, что в Югре в первом этапе ярмарки трудоустройства участвовало 1600 человек. 300 из них получили новую работу. Мы надеемся, что и сегодня, как по результатам регионального этапа, достаточно много людей найдут работу своей мечты, изменят свою карьерную траекторию. И мы очень верим, что эти ярмарки очень полезны и важны людям. Потому что есть возможность поговорить с экспертами, с образовательными организациями, непосредственно с представителями работодателей. Поговорить, как можно посмотреть на свою работу по-другому. Еще одна цифра, что по итогам федерального этапа, в целом в Российской Федерации, по первому этапу региональному нашли работу почти 50 тысяч человек по всей стране. Вместо шубы срок. Охотника из Нижневартовского района будут судить за незаконную добычу соболей. Отмечу, этот зверек, обладающий ценным мехом, входит в Красную книгу России. Охотиться на соболей запрещено. Югорчанин в декабре прошлого года добыл 7 животных. Они попали в установленные в тайге капканы. Ущерб природе оценили в 105 тысяч рублей. Прокуратура Югры передала дело в суд. Браконьера будут судить по статье Уголовного кодекса «Незаконная охота с причинением крупного ущерба». Мужчина может попасть за решетку на срок до двух лет. Также прокуратура направила в суд заявление о взыскании с браконьера причиненного ущерба. В Югре обучат общественных наблюдателей, которые будут работать на выборах в сентябре. Общественная палата Югры подготовила 13 преподавателей, которые подготовят общественников в муниципалитетах. Об этом сообщили на заседании регионального общественного штаба по наблюдению за выборами. Напомню, 10 сентября пройдут выборы губернатора Тюменской области. Также югорчанам предстоит избрать глав 52 городских округов, городских и сельских поселений. В 11 территориях это будут непрямые выборы. Также жители региона определят 712 депутатов, советов депутатов и районных и городских дум. На 733 избирательных участках будет работать по три общественных наблюдателя. Всего более 2000 человек будет следить за порядком. Основная цель общественного наблюдения – это обеспечение законности, открытости, прозрачности и гласности избирательного процесса. Обучение будет проходить из 8-часового курса обучающего. Туда будут входить и правовые нормы, и работа на практических кейсах. А также будут обсуждаться различные варианты событий, которые могут случиться на избирательных участках. То есть работа обширная и подразумеваться будут по всем направлениям. От правовой до практической. Телеф Телеф